Аббас, скажите, пожалуйста, к чему это заявление Шойгу? Почему оно прозвучало только через 10 дней после мятежа Пригожина? И до кого он пытался достучаться таким образом? Ну, раньше не мог, видимо. Видимо, в таком состоянии был, что нельзя было его по телевизору показывать. Штаны сушил, выражаясь народным языком. Но чего он хотел добиться? Он просто демонстрировал лояльность Путина. Он же просто дублировал основной месседж Путина. То есть Путин на протяжении трех дней, как мы помним после того, как Пригожин развернулся и ушел в лагеря, после этого Путин, у него был такой отходняк, он три дня выходил с разными телеобращениями, в разных форматах, в разных интерьерах, в разных антуражах. Но все они были такими, пронизаны вот таким истеричным духом, таким, знаете, счастья какого-то невероятного, победы какой-то, там, триумфа такого. Но, можно подумать, он мира завоевал. Он выглядит так. Вот, видно, испугался, и вот у него был такой отходняк. То есть он очень остро переживал радость победы. И вот он там наговорил кучу каких-то вещей по поводу сплочения, консолидации. И Шойгу сейчас просто продублировал этот месседж, то есть поступил как нормальный сербильный подчиненный, который поддакивает начальнику. Так что, вот, как бы, ей-богу, даже, знаете, предметы для обсуждения не вижу. Все чиновники в России поддакивают начальнику всегда. До Шойгу это сделали куча других людей. От Золотова до Володина, например. А отмолчаться не мог, отсидеться в тишине не мог где-нибудь? Ему обязательно нужно было появиться, и, ну, не знаю, там, он уже не выглядит как герой. Он уже остается, он уже продолжает оставаться министром. То есть, ну, наверное, любой более-менее человек с чувством стыда, что называется, совести, ну, наверное, постеснялся бы, да, появляться на публике, вот, после того позорища, когда ты по всей стране, там, ты министр обороны, маршал, значит, по всей стране за тобой уголовник бегает, рычит, значит, оскорбляет, а ты от него прячешься, там, то в Ростове, то в Москве, то вообще неизвестно где. Ну, конечно, после этого выходить и, там, грозно хмурить брови, изображать из себя крутого, но это смешно, и, наверное, человек с чувством, минимальным чувством собственного достоинства не сможет такого сделать. Но особенность этих людей ведь заключается в том, что у них вот этого чувства собственного достоинства нет, у них чувства стиля нет, чувства вкуса нет вообще. Да, поэтому, ну, вот они по этому принципу там и сгруппировались. Ну, то есть совершенно очевидно, что это итоги вот четвертибековой такой отрицательной селекции, вот нынешний российский правящий класс. И поэтому, ну, его вот это не покоробило. Поэтому вот ваш вопрос, это вопрос нормального человека, но это не к ним, понимаете. Да, Бас, мало того, что они не имеют ни чувства стиля, ни совести, ничего, они просто террористы, которые уничтожают мирное население, и сегодняшний теракт в Первомайске, суммы, да, прилет шахеда, когда каждый день гибнут мирные украинцы, просто говорят о том, что мы имеем дело с террористами. Ну, кстати, еще один террорист, замминистра обороны Юнус Бек-Евакуров, если я правильно, Евкуров, если я правильно произношу имя этого преступника, он вообще куда-то исчез? Ну, то есть он сказал, извините, я ухожу, потому что на селекционное совещание, да, это, которое в электронном виде, да, показывает его, его там не было обнаружено. То есть или это головы у замов полетели, у Шойгу? Ну, честно говоря, не знаю, что с Евкуровым произошло, может быть, его и уволили, может быть, знаете, тут как получилось, Шойгу сбежал, а Евкуров не сбежал, Евкуров вышел к Пригожину, и даже пытался тыкать ему, правда, потом заткнулся, но, тем не менее, пытался спорить. И, в общем-то, строго говоря, если исходить вот из того, что министр обороны должен обладать каким-то минимальным мужеством, то министр должен быть Евкуров, а не Шойгу. Поэтому вполне возможно, что заревновавший Шойгу, да, собственно говоря, все остальные заревновали, мало что кто рискнул и разговаривает с Пригожиным. Они же все попрятались, все разбежались, как тараканы прям по щелям. Поэтому, может быть, они сейчас на него собак там повесили за что-нибудь, как крайне мы его сделали. Не знаю, надо понимать, что, в принципе, у министра обороны заместителей много. Они, в целом, фигуры такие, в значительной степени технические, не политические. Того же Евкурова до этого мы не видели, не знаю, полгода, может быть, или год даже. Поэтому его исчезновение само по себе, ну, оно не должно настораживать. Это не тот человек, который, знаете, каждый день там в эфире, каждый день светится. Вот. Поэтому я каких-то долгосрочных выводов по его поводу не делаю. Абаз, ну, после того, как осела пыль, вот после этих сверкающих пяток российского руководства, как политического, так и военного, тут же начали звучать довольно громкие и многообещающие заявления, в том числе из уст диктатора Путина. Я процитирую. «Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это». Ответят за это? Или это просто громогласное заявление, которое на уровне заявлений останется? Ну, я не знаю, слышали вы сегодняшнюю новость или нет, но Пригожину начали возвращать деньги, которые у него в какой-то момент конфисковывали. Может быть, это считается наказанием. Пусть, так сказать, продолжит морально разлагаться. У него их и так много, и он такой, «Нет, еще деньги, зачем? Прекратите, остановитесь». Ну, то есть, вот, пока мы видим ровно противоположный характер все носит. Пригожин на свободе, никто из вагнеровцев не задержан, не арестован, по крайней мере, об этом не слышно. Единственный, кто пострадал, это Суровикин, который, по-моему, имеет самое отдаленное отношение к происходившему. Вот, значит, его тоже крайним сделали. Ну, произошло, вот, как, знаете, классическое российское награждение непричастных и наказание невынованных. Значит, все те, кто попрятались в день выступления Пригожина, значит, вышагивают теперь такими, знаете, героями, гоголями такими ходят, вот, этот Золотов даже получил тяжелую технику теперь, значит, у него прям аппаратная экспансия, произошла танки, произошла танки, теперь будут у него БТР, значит, еще какое-то там тяжелое вооружение. Вот, то есть, он явно в профите, вот, а Суровикин, бедолага, значит, вот теперь вроде как в Лефортово говорят, хотя не такая неофициальная информация, ну, вроде как по косвенным, при ряду косвенных признаков в Лефортово сидит. Вот, ну, а да, Пригожину пока все, что мы видим, это то, что он, например, спокойно прилетает в Москву, ведет там какие-то переговоры, и, значит, ну, ему возвращают деньги, так что Путин свое слово вот в этой части совершенно не сдержал. Очевидно, что его слова к реальности не имели никакого отношения, то есть, там имела место какая-то закулисная, мутная закулисная сделка, в рамках которой, повторюсь, сейчас Пригожину возвращает деньги, да, при том, что Путин сам назвал Пригожину преступником, при том, что после этого он еще выступал, значит, рассказывал о том, что Вагнер финансировался за счет бюджета, то есть, получается, ему сейчас бюджетные деньги возвращаются, да, значит, ну, де-факто их источник происхождения же бюджет, получается, Путин же об этом сказал, не кто-нибудь там, вот, поэтому никакого наказания мы не видим, ну, Путин в очередной раз, так сказать, господин Саврамши. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...